Про Беларусь, да? И не было бы, вот если бы была соблюдена та технология подделок, выборов, о которых я говорю, конечно, не было бы крови, погромов и не было бы этих, будем откровенны, волшебных ночей, да? Они все равно волшебные, потому что это пусть и немногим, и для немногих, но это ночи свободы. Понятно, что, вероятно, они сейчас где-нибудь наберут массовку. Кстати говоря, я удивляюсь, почему они... Слушай, есть в Беларуси фильм, там есть база массовки. В конце концов, ее привезти, это, ну, 300-400 человек. Они уже из небольших городов перевезли всех возможных силовиков в Минск стянули, а там девочки стоят в белых блузках. На встрече. Если ее переодевать и перебрасывать в разные точки, можно создать в течение одной ночи иллюзию поддержки Лукашенко, потому что, вот правда, где эти 80% их президента, за которого они голосовали, которого они выбирают, которого они так любят, свергают, шельмуют, и никто не становится на пути свергающих и шельмующих впечатление, что Лукашенко выбирал только ОМОН, который, вероятно, и составляет 80% избирателей, и что Лукашенко это кандидат от ОМОНа, и ОМОН дерется за своего персонального кандидата. Конечно, будет тот день, когда все эти ОМОНовские мальчики уже без шлемов и амуниции будут сидеть на лавках в клетках, и тусклыми голосами что-то говорить про родину, приказ, в этом сомнений нет, но они перешли как бы... Точно? Точно, абсолютно. Но мы столько видели пред... Понимаешь, даже если мы не говорим о какой-то справедливости, мы столько видели преданных ОМОНов. Не бывает ОМОНа, которого не предала бы его власть и его начальники. Не бывает. Я это помню и по Риге, и по Вильнюсу, и по всем остальным случаям, скажем так, моей личной биографии. Поэтому ОМОНовцам, которые, конечно, ну, скажем так, тупые зверюги, но им изначально было приказано действовать со всей возможной жестокостью для того, чтобы они сами себе отрезали пути к отступлению, да, чтобы они понимали, что если они дадут слабину, то тогда эта скамья начнется для них гораздо раньше, и что теперь ставка только на их свирепость, но мы помним, что все эти милые отговорки, они не работают, и что на том же самом Нюрнбергском процессе неплохо огребли себе пеньковых галстуков и просто выполнятили приказов и большие любители Родины, да, как они сами себя характеризовали в те минуты. И я думаю, что минским ОМОНовцам уже ничем не поможешь, там как минимум 100 томов уголовного дела, а вот вся эта выборная драма, она превратилась в охоту минского вурдалака на своих же граждан, как будто бы он вообще просто ждал повода кого-нибудь поубивать. Мне пришла смс-ка тоже важная, я скажу, там сейчас Артем, пишет мне мой друг, там сейчас Артем Воженков, кстати говоря, российский гражданин, журналист абсолютно, открытый человек, который описывал, как людей с тяжелыми травмами привозили в больницу, а потом в эту же больницу вламывались ОМОНовцы и избивали еще и в больнице тоже, уже лежащего под капельницами и на койках. Избивали точно так же, как они лупят на улице. И вот чтобы, кстати, тоже не было бы никаких иллюзий по поводу того, что стреляют резиновыми пулями, там создается впечатление, что это жевательная резинка плюется или что это воздушные шарики. Вы не обольщайтесь, потому что резиновой пулей с 20 метров легко можно убить собаку. И более того, есть еще металлическая кортечь, обрезиненная, которая тоже идет в статусе резиновой пули. Она очень неприятно входит в тело, то есть вот непосредственно резиновая оболочка, она где-то на глубине 3-4 миллиметров под кожей она остается, а сама кортечина идет немножко глубже и без хирурга ты это никогда не вытащишь. А вот 12-й калибр, которым пользуется преимущественно минский ОМОН, это резина с твердым, ну чаще всего металлическим сердечником и попадание в горло, в глаза, в голову, это почти гарантированный летальный исход. Это просто очень так мирно звучит, как пейнтбол, как резиновые пули. Знаешь, кстати, да, что когда... Там еще гранаты, про них тоже расскажите. Шамалы, они тоже, ну скажем так, могут причинять серьезные травмы, помимо ожогов роговицы глаз, помимо повреждений барабанной перепонки. Но вот эти резиновые пули, это просто пули, да. И вот когда количество всех погибших от резиновых пуль по всему миру сосчитали, то немедленно организовали ассоциацию за запрет резиновых пуль. Но мы знаем, что уже там помимо резиновых в ход пошли обычные пули, обычные в Бресте в частности. Причем нет ни малейшей необходимости в этом садизме запредельном. Потому что люди безоружны, и все, кто выходит на улицу, ни у кого из них в руках стволов нет. Хотя там очень многих охотничьи билеты, и там довольно много охотничьего оружия на руках. Как вы это, кстати, объясняете? Я читала тоже в соцсетях, говорят, ну где же охотники, почему они не выходят? Почему? Ну, они не выходят, вероятно, потому что это еще одна черта, которую надо перейти, и которую, в принципе, те абсолютно мирные люди, которые до последнего дня веровали в выборы, веровали в справедливость, веровали в какой-то там, понимаешь ли, закон. Закон? И в этом есть какая-то сталинщина, какая-то патология, потому что действительно в этих репрессиях, в этой жути нет ни малейшей необходимости. В таких случаях, да, вот когда есть недовольство выборами, нормальные тираны, умные диктаторы, они что делают? Ну, как бы, они придают полицейские сопровождения, и сказано, там, через матюгальники, через сто матюгальников, повторяется так, машины не сжем, так, витрины не бьем, а так идем себе спокойненько и кричим все, что хотим. Не мешаем про езду автомобилей. А наиболее, а вот самый умный диктатор, самый умный тиран, он еще и ростовые фигуры свои всюду расставит, чтобы их могли бы попинать ногами и удовлетвориться, а сам хихикая будет на это глядеть. А то, что делает Лукашенко, доказывает его дикий страх. Он не может смириться и принять, что кому-то он омерзителен, что кому-то он ненавистен, что власть его не абсолютна. Он уже переродился в какого-то, действительно, сказочного монстра, который себя чувствует божеством и не понимает, как кто-то может не понимать, что он политическое божество этой страны. Александр Глебович, скажите, вот мы с вами много раз, вы много раз вспоминали Оксана Григорьевича в этих передачах. Это всегда был немножко комический персонаж. Когда вы сами увидели, как он превратился в кровавого вурдалака? Вот непосредственно в процессе подготовки, я об этом говорил в своей программе «Наповал», которая по воскресеньям на ютубе, я говорил про то, что у него вот этот вот синдром Мессии, и этот синдром Мессии, конечно, образовался от того, что, ну, пойми, вот существуют предельные сроки нахождения возле ядерного реактора, да? Вот кем бы ты ни был, каким бы ты ни был, изумительно стойким и здоровым человеком, но в определенной зоне ты не можешь находиться больше стольки-то минут. И такая же история с властью. Не может человек не стать чудовищем, имея такой стаж безнаказанности, вседозволенности и всевозможности. Человек вообще страшная тварь. И когда его вот эти вот страшно тварные качества получают такую питательную среду, почему необходима сменяемость власти, вот самых золотых, самых чудесных, самых добрых и милых, тоже надо менять. И это выучила и вычислила европейская цивилизация, при том, что у них были действительно блистательные персонажи, которые бы оставлять и оставлять. Нет, их безжалостно меняли. Но, кстати говоря, смотри, даже вот эта история с Тихановской, это не ее слабость, это его диктатура, потому что она же действительно была как транквилизованная корова, оглушенная, из которой невидимая стальная рука выдаивает какие-то жуткие слова. Муж ее продолжает находиться в СИЗО. Да, хорошо, что она такая трусиха, потому что когда вот приходят к власти не трусы, а какие-нибудь там, понимаешь, мускулинные ребята, то они начинают всякие бессмысленные войны, они начинают кого не надо лопцевать дубинами. Но вообще свободная Белоруссия тоже проявила, кстати говоря, дикое разбильдейство, потому что могли бы подготовиться и пригласить парочку специалистов. Они есть в стране до сих пор еще с советских времен, которые умеют организовывать такого рода мероприятия и организовывать неплохо, потому что пока выкуются в этих всех протестных группах свои, уйдет ценное время, уйдет время, скажем так, наибольшего воодушевления.